Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный побывал с рабочим визитом в поселке Искателей. Вместе с главой муниципального образования Григорием Казаченко и руководителями департаментов они посетили основные социальные объекты. Екатерина Дементьева с подробностями. Первым объектом в маршруте инспектирующих стала центральная районная поликлиника Заполярного района. Не так давно здесь появилось новое оборудование – современный аппарат УЗИ, благодаря которому улучшилась диагностическая работа. Но вот большинство кабинетов здравоучреждений врачам приходится делить. Помещений не хватает. Сейчас идет процесс переезда в отдельное здание административно-хозяйственных служб, а все врачи останутся на прежнем месте. В самое ближайшее время там просто нужно будет сейчас сеть протянуть, чтобы был телефон, интернет, чтобы был коммуникации. Да, в коммуникации. Как только коммуникацию мы сделаем, оперативно постараемся сразу, тогда администрация решит. И тогда у вас здесь станет и попросту, и будет у каждого доктора свой кабинет, и возможность не только вести прием, но и работать с документами. Главный социально-культурный объект поселка – клуб «Созвездие» без своего здания уже с 2015 года. Несмотря на трудности с помещениями, жизнь в Доме культуры не останавливается. Продолжается работа коллективов, готовятся творческие номера и театральные постановки. В клубе оборудована современная студия звукозаписи. Желающих заниматься творчеством все больше, но принять их попросту сейчас некуда. Мероприятия вынуждены проводить на сценах городских образовательных учреждений. Мы очень-очень ждем здание новое. Почему? Потому что Дом культуры без сцены и без своего здания – это, конечно, не Дом культуры. Конечно. Мало того, что в Искателях у нас есть одна всего сцена – это школа. И она настолько маленькая, эта сцена, что все наши коллективы просто не могут уместить. Также в поселке нет своей уличной сцены. Старая признана аварийной и будет демонтирована. А значит, жители поселка лишены проведения крупных праздников. Новая сцена очень нужна, потому что без сцены проводить мероприятия невозможно. Мы и так в стесненных условиях. Как вы сказали, у вас много творческих коллективов. Где-то нужно выступать. Уличное мероприятие, концерт без сцены – это вообще никак. Мы не можем ни творческие коллективы выставить, ни пригласить творческие коллективы. Сцена нужна. На месте здания Дома культуры в планах администрации Заполярного района поставить спортивную площадку, сделав большой детский парк. Но передать земельный участок муниципальное образование не могут, потому что подрядчик не закрыл контракт по сносу здания Дома культуры. Детскую площадку вы когда планируете? Уже на следующий? Да. На следующий? Но нам нужен этот участок. Есть дизайн-проект, уже все есть? Все, я уже отправил ее на разработку. Осталось землю вам передать? Да. Хорошая идея, красивая зона, красивая зона. Насаждение есть, дорожки есть. И было бы абсолютно логично, чтобы вся эта территория была дана детям и маленьким, и постарше. Оценила делегации готовность к встрече с учениками в поселковой школе. В здании в зимнее время прохладно, поэтому в коридорах оборудованы потолочные обогреватели. Но руководство школы старается всячески поддерживать комфортное пребывание своих учеников. Практически в каждом классе есть мультимедийные доски, в рекреации стоят теннисные столы. Мы побывали вместе с моими коллегами в школе и понимаем, что несмотря на то, что классы уютные, хорошо оборудованные, нужна новая школа. То есть капитальным ремонтом этой школы решить проблему невозможно. Отрадно то, что проектирование школы ведется, и к концу года мы получим уже проект школы и будем запускать стройку. Особенно приятное впечатление на инспектирующих произвел детский сад «Гнездышко». Как отметил Юрий Бездудный, название говорит само за себя и даже от внешнего образа учреждения веет уютом. У вас такой класс подготовительный для школы, у вас замечательная кружковая работа, удивительная, действительно. Ни в одном детском саду я не видел, что дорисовали пускай. И, конечно, вот этот спортзал, он просто чудо какое-то. Очень хороший детский сад, уютный, красивый. Когда слышишь вот эти голоса детей, понимаешь, что им там очень хорошо. Последней точкой инспектирующих стали очистные сооружения. В тестовом режиме они начали работу в мае текущего года. Сейчас здесь происходит пусконаладка. А в ближайших планах очистных – прием стоков из поселка Красное. Мощность очистных – 2500 метров кубических в сутки. На сегодняшний день мы принимаем стоки из поселка Искателей. Это всего лишь примерно где-то порядка 800 кубов. Задействованы у нас две линии. Значит, на очистных проходит очистка, усреднение, обезвоживание осадка, генитрификация, отстаивание, ну и полное обезвреживание сочной воды. По итогам рабочего визита составлен список вопросов, взятых на контроль руководством региона. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Продолжение следует...